Не секрет, что творчество требует много сил и времени, и чтобы довести до совершенства какой-либо проект, может пройти не один год. В истории подобных случаев немало. На сегодняшний день самым долго снимаемым проектом является фильм Юрия Норштейна «Шинель», который был начат в 1981 году и до сих пор не завершен. Подобное произошло и в мультстудии «Солнышко». 30 лет тому назад 17-летняя завчанка Наталья Голубовская по предложению руководителя Александра Цибулина приступила к работе над мультфильмом «Обиженная пчела». Занималась я в мультстудии с 1 класса по 11, пока не закончила школу. Примерно, наверное, с класса 6, даже точно не помню, начала работу над фильмом «Обиженная пчела». И работала одним, пока не закончила школу. Ну, так сложилось, что не успела я его снять, кое-что дорисовать, потому что работа над фильмом – это очень кропотливая работа, очень длительная. На протяжении долгого времени несколько воспитанников студии пытались завершить мультфильм. И также окончание школы было основной причиной возвращения проекта в архив. Два года назад снова мне позвонил Александр Васильевич, сказал, что есть желающая девочка, которая хочет работать над этим фильмом и хотят все мои материалы, все мои наработки включить в этот фильм. Я только за и обрадовалась и сказала, да, конечно, пускай, наконец он родится. Соавтор картины Наталья Тарасенко загорелась идеей и решила во что бы то ни стало завершить проект, посвятив ему большую часть своего времени. Мне понравилась тема. Проблемы экологии, мне кажется, в последнее время всегда очень актуальны в нашем мире. И я решила снимать. Я нарисовала свою раскадровку для начала. Мы посмотрели, что подходит, что не подходит, но мне очень нравились фоны, которые были представлены. Прям они были невероятно красивые. Я очень хотела их использовать. Я использовала по максимуму просто все, что можно, потому что мне, говорю, очень-очень нравились они. Ну и что-то рисовала свое. 7 февраля проект был завершен. И благодаря жанру мультипликационная картина «Обиженная пчела» была отправлена на два всероссийских конкурса – Санкт-Петербург и Красноярск. Проблемы экологии сейчас в нашем мире очень популярны. Под ним снимают много разных видеопроектов. И этот мультфильм подходит под социальную проблему. Из-за этого его можно отправлять на множество разных конкурсов, не только мультипликационных, но также и социальных. Что мы с Александром Васильевичем и сделали. Мы отправили наш мультфильм на два конкурса – на мультипликационный, чтобы его оценили как нарисованный мультфильм с сюжетом, так и на конкурс социальных роликов. Чтобы его оценили по достоинству, потому что мы с моими соавторами его очень долго делали и очень старались. Многие воспитанники мультстудии «Солнышко» выбрали профессию, связанную с творчеством. И уже не одно поколение детей под чутким руководством Александра Цибулина воплощает в жизнь свои идеи и выражая их как в мультипликационном, так и в художественном жанре. В следующем учебном году студия отметит свой 50-летний юбилей. Все выпускники, все те, кто занимался, кто имеет свой здесь фильм уже в студии. У нас этих фильмов уже за 150, поэтому это примерно уже 150 потенциальных авторов, которые, конечно, мы можем их всех пригласить на наш будущий юбилей. Говорится, чтобы у всех было здоровье, чтобы мы все дожили до этой нашей замечательной даты студии. Ну что, приближается у нас 50-летие студии. Я надеюсь, что общими усилиями мы со всеми выпускниками, с нашими сегодняшними студийцами, мы организуем эту дату, этот юбилей и окунемся опять в наше счастливое детство. Ивана Пажельцева, Владимир Чекунов, Азов.Инфо.